Добрый день, дорогие друзья, с вами Ямпол и Мэлс. У нас в гостях актер театра и кино, создатель портала ЯГрек.ру Янис Политов. Здравствуйте, Янис. Здравствуйте, Ямпол. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Янис, мы знаем, что вы недавно вернулись из Кан. Расскажите нашим зрителям, как все прошло. Вы знаете, я чудесно съездил в Канны. Для меня это был первый опыт такой на большом фестивале. Канны прекрасный город, мне там очень понравилось. И я посмотрел достаточно количества очень хороших фильмов, для того, чтобы понять, как и что надо снимать. Какие фильмы интересны канскому зрителю, какие фильмы интересны для канского жюри. А на самом деле кинофестиваль очень громоздкий. Очень много людей в Каннах. Прекрасный город, прекрасные жители. В общем, я до сих пор по впечатлениям. Я только ночью прилетел. И спасибо, спасибо большое, что вы меня выдернули к себе на передачу. И я бы хотел сказать еще раз огромное спасибо всем тем, кто за меня болел, кто за меня переживал, кто как-то поддерживал в социальных сетях, в Инстаграме, на Фейсбуке. Спасибо, потому что все же для вас делается, для зрителя. Спасибо. Янис, расскажите о своей творческой биографии. Где учились, с чего все началось. Если честно, о режиссуре я нигде не учился. Я закончил в ГИК-мастерскую Шиловска Сергея Николаевича в 2007 году. Но к определенному времени мне захотелось как-то высказаться. Я понял, что лучше всего из того, что я могу применить для какого-то своего высказывания, это может быть кино. Короткометражное кино, которое я снял. Вот, и которое, собственно говоря, и попало на Каннский кинофестиваль в программу Short Film Corner. Вот, и которое я как называю, я эти, будете смеяться, я эти вещи называю своими творческими детьми. Вот, вот, портал Ягрик.ру у меня есть, это такой творческий ребенок, который посвящен грекам и филеринам, для того, чтобы они как-то объединялись в одном интернет-пространстве. Вот, и философия такая моя доченька, которая, которая получилась очень красивая, очень умная. Философия переводится с греческого как «любовь к мудрости». София – мудрость, филос – любовь, дружба. Вот, и она получилась такая мудрая, красивая, утонченная, небольшая, немаленькая. Ну вот, вот так. Янис, что за портал Ягрик.ру? Он только для греков или нет? Что это за портал? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. А, портал Ягрик.ру – это такой, вот, как я уже сказал, информационный портал для греков и филеринов. В скорейшем будущем появится социальная сеть ягрик.ком. Вот, он будет на пяти языках, где я хочу вообще склонить весь греческий мир, чтобы как-то они друг друга знали, как-то друг с другом общались. Он будет на пяти языках – английский, французский, греческий, немецкий. Это большая работа, трудоемка, которой мы сейчас с моим компаньоном и занимаемся. И, даст Бог, все будет очень хорошо. Мы надеемся. Главное, у нас есть вера, главное, есть люди, которые в нас верят. Потому что без веры невозможно ничего. Спасибо за этот вопрос. Спасибо, Ямпл. Янис, нас с Мэлсом интересуют ваши планы на будущее. Поделитесь, пожалуйста. Планы, планы грандиозные. Планы грандиозные. Мы с моим, с автором сценария «Философии», с моим большим другом Андреем Сорокиным, писателем, написали сейчас сценарий к полнометражному фильму. Планируются съемки запустить в этом году в Перекрестный год России и Греции. Фильм посвящен… Это комедия. Это комедия. И там будет и Москва, там будут и Афины, и Пелопоннес. Главная героиня. Сумасшедшая красоты. Девушка, которая, приезжая в Грецию, переоценивает… С ней происходит некий такой метаморфоз. И она переоценивает все свои какие-то жизненные взгляды на все. Ну, в общем, про вот это кино. Про настоящее, светлое, доброе, про любовь. Ну, я считаю, что про это нужно снимать кино. Чтобы человек после просмотра фильма захотел жить дальше. Чтобы человек, если вдруг у него есть какие-то болячки, чтобы он исцелялся. Исцелялся, действительно исцелялся через какую-то… Как же это слово? Через катарсис. Через катарсис. Чтобы в нем происходили какие-то химические реакции в организме. И он побеждал болезни. Мне кажется, для этого и нужно искусство. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Ям Пол и Кот Мэлс. У нас в гостях в студии был актер театра и кино, телеведущий, режиссер, как мы выяснили, Янис Политов. Оставайтесь с нами. До встречи. Пока. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо Ям Пол, что пригласил. Смотрите кино, ходите в кино. Ходите на российское кино. У нас не все так плохо. У нас… Вы знаете, в Каннах было 50 короткометражек. 50 короткометражек, которые привезли молодые кинематографисты из России. Да, к сожалению, много не смогло приехать, потому что это все равно затратно. И дорога туда обратная, и проживание. Это все за свой счет, никто не помогает. Ты вот все, что ты можешь, ты делаешь. Там был русский павильон, но вот, к сожалению, как-то вот не получилось там сделать показ. Не знаю почему. Может быть, просто я опоздал с подачи заявки в этот русский павильон, хотя там больше времени он пустовал. Вот. Ну, ничего. Мы прорвемся, мы прорвемся, и еще раз прорвемся. Этот год России искала кино. 2016 год. Это год перекрестный год России и Греции. Двух величайших культур. Величайших культур. И мне кажется, что у нас нет другого выбора, и мы будем бороться за свое место под солнцем. А его, слава богу, достаточно все. А я нашим зрителям желаю долгих лет жизни, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Спасибо, спасибо Ямпол, что пригласили. Спасибо.